Знаете почему? Потому что, вот смотрите, потому что мужчинам нравятся принцессы. То есть принцесса — это девушка или женщина, которая очень сильно чувствует свою женскую природу. То есть она чувствует, что женская природа божественная, она такая чистая, светлая. И она очень сильно чувствует свою женскую природу. В этом случае мужчина тоже чувствует ее, и он радуется этой божественной женской природе, он ее любит. Но если женщина начинает унижаться перед мужем, начинает себя терять в отношениях, начинает как бы перед ним становиться слабой, допустим, часто мужчина в этом случае ведет себя жестко, ломает женщину, допустим. В этом случае не надо ломаться. Ну то есть женщина не означает, женщина добровольно подчиняется мужчине. Мы же мужчина и женщина равные отношения. Зачем женщина подчиняется мужчине, чтобы ему легче было жить, чтобы ему легче было решать все вопросы, потому что мужчина по природе лидер, то есть ему нужна лидерская позиция. Вот, допустим, вчера я раздавал конфеты, один мужчина подошел, сам взял конфету и яблоко и пошел. То есть это природа просто так работает, мужская природа. Как бы он не понимает, зачем ему надо, чтобы ему раздавали. Он просто сам берет, потому что он мужчина. Вот. Я вам рассказываю, как действует мужская природа просто. И это не значит, что женщина должна стать несчастной ватрушкой, потому что даже это мужчине не нравится. Мужчина не любит таких женщин. Ну то есть мужчина сам ломает жену, сам ее делает подчиненной, а когда он ее ломает, когда женщина ломается, она становится некрасивой. Ну то есть красивая женщина, это когда она самодостаточная, чувствует себя сильно, но если она сломанная, то она некрасивой становится. И он сам же ее бросает потом. Сам ее ломает, сам ее бросает, получается. Вот вы бы на это поддались, на эту провокацию. Вот это другое дело, то есть идеализировать человека означает избаловать его, сделать из него как бы идола. В таком состоянии невозможно выйти замуж. Замуж может выйти только счастливая, самодостаточная девушка. Не несчастная и униженная. А счастливая, самодостаточная. Да, и начав слушать Ваши лекции, я поняла, что все-таки, по-моему, лучше, если я вернусь туда, где этим может быть. А он ждет Вас? Я не знаю, если он за это время всего пару раз взял. Видите, вот эта тема вчерашних отношений. Что надо делать? Ну-ка, давайте вспоминаем, что надо делать, чтобы восстановить отношения. Что надо делать сначала? Что? Сначала наполниться надо. Сначала природа, добрые люди, Бог. Наполняемся сначала. Становимся сильными и чувствуем, что я могу с ним общаться. У меня уже есть силы. Сейчас у Вас нет сил. Вы не можете сейчас вернуться, потому что у Вас нет сил. Сначала Вы наполняетесь. Наполняетесь. Потом начинаете молитву и эти отношения очищать сначала в своем сердце. Сейчас в Вашем сердце опустошение по отношению к нему. Вы пусто просто. Вы как будто бы... Вот поле, знаете, выжигают. Там ничего нет на нем, ничего не осталось. Выжженное поле как бы у Вас сердце. Нужна молитва, потому что Ваше озеро счастья, оно как бы высушено в этих отношениях. Вы должны молиться, наполнить себя этим счастьем опять. От Бога идет счастье. Наполнится сначала. Потом дальше Вы себя наполните. И дальше Вы наполняете между Вами ниточку. Ниточка сейчас между Вами соткана из несправедливости. То есть, вот Вы, когда о нем вспоминаете и хотите поговорить, то Вы чувствуете несправедливость. А Он чувствует то же самое. Ну, то есть, между Вами вот эта энергия несправедливости. Надо с помощью молитвы очистить это все. И потом дальше с ним сначала написать ему обратную связь и установить. Если он реагирует нормально, то надо ему дальше вот этой женской силой. «Алло, я так рада Тебя слышать, мой дорогой». И так далее. Когда есть сила, надо ее передавать. Это называется отношение уже. Устанавливайте. И дальше начнутся беседы, кто что-нибудь так сделал, раскаяние. Но это в том случае только возможно, если есть счастье в отношении. Ну, то есть, если между Вами нет счастья, Вы не наполнили себя, не наполнили отношения, то тогда, что Вы позвоните? Будете ругаться дальше с ним? Или приедете, опять унижаться будете? Что Вы получите? Он так реагирует, что он вообще ничего не чувствует. А? Он так реагирует, что я вообще не говорю, что у вас нет. Ну, вот я об этом и говорю. Я говорю о том, что Вы не можете сейчас построить эти отношения. У Вас нет на это возможности внутренней. Нет сил. Вот представьте, допустим, я очень сильно хочу читать лекцию. Очень сильно, вот как Вы сейчас очень сильно хотите в семью. Вы соскучились по мужу, по детям. Вы очень сильно хотите в семью. Я, допустим, очень сильно хочу читать лекцию, но я вообще не наполнился, я наоборот израсходовался. Я прихожу, говорю, здравствуйте, нормально вы будете меня слушать? Нет? То есть надо наполниться, вот я сегодня пробежал 16 километров, постоял в вашей речке, помолился и наполнился. И вы чувствуете, да, что я наполненный, не пустой, да? Чувствуете ведь? Ну вот, поэтому вам приятно слушать. Так же и вам надо сделать. Что вам, кто вам мешает так сделать? Первое, что вы должны понять. Если мотылёк летит на огонь, он сгорает, вы думаете постоянно. Двадцать четыре часа в сутки о том, что вас сжигает. Думайте о своих детях и о своём муже. А надо думать о природе, добрых людях и Боге. Вот если вы сможете от этого отвлечься, вы вернёте себе семью. А если не сможете, не вернёте. Всё зависит от того, как вы оторвётесь сейчас от этой воронки, которая вас засасывает. Вот эти мысли о муже и детях сейчас разрушительны для вас. Вам надо сейчас думать о том, что вам приносит облегчение, счастье, восстановление. Понимаете? Видите, три года прошло, вы всё в таком состоянии находитесь. Что бы то ни было, как бы то ни было, вы должны понять, что у вас нет другого пути. Вам надо по-любому восстанавливать отношения. Это ваши близкие люди. Даже если вы не вернётесь туда, всё равно должны быть хорошие отношения. Потому что дети рано или поздно всё равно будут с вами иметь отношения и дела. Это первое, что вам надо понять. Второе, что вам надо понять, это то, что вы сейчас теряете себя, и вам по-любому нужно восстанавливаться. Не будет никакой семьи у вас новой, ничего. Просто вы теряете себя, теряете свою жизнь сейчас. Вам нужна природа сначала, потом добрые люди, потом Бог. Или если даже вы не на природу не можете пойти, тогда Бог сначала. Нужна молитва, чтобы Он вам оторвал вас от этой воронки. Бог только может помочь в этом случае, если вы сами не можете себя заставить переключиться на то, что вас наполняет. Вот представьте, у компьютера поломался штекер, который даёт ему возможность питаться от электричества. Что произойдёт? Он на батарее поработает какое-то время, и всё. Вот вы сейчас в таком состоянии находитесь. Поняли? Включите штекер наполнения своего от Бога, от людей. Подружки есть у вас? Подружки есть? Так, кто хочет дружить с этой девушкой? Вот рядом с вами, повернитесь к ней, всё, дружите с ней. Подружитесь с ней, наполните её, дайте ей свою любовь. Женщина даёт любовь женщине. Наполняет женщина, женщина наполняет. Женщина на мужа и на детей расходуется и наполняется. А женщина, женщина наполняет. Женщина, женщина. Подmentalistка, женщина. Женщина заполняется. Женщина.